Ржевский Кирилл представляет Приветствую подписчиков, приветствую зрителей, с вами Кирилл Ржевский и это мой восьмой видео урок о том, как исправить ошибку номер 651 при подключении к интернету. У меня недавно, а именно примерно месяц тому назад, выходил видео урок о том, как настроить интернет. Одной группе людей он помог, другим он не помог. Поэтому и мне многие пишут в комментариях о том, что у них при подключении возникает ошибка номер 651. И сегодня я покажу, как ее исправить, но, извиняюсь, многое зависит еще от самих вас, потому что даже то, что я покажу, сейчас может у вас не сработать. И тогда я скажу вам уже финальные слова о том, как нужно поступить и что нужно сделать уже окончательно, чтобы заработал интернет. В общем, многие начинают подключаться к интернету и у них возникает эта ошибка. Собственно, как же ее исправить? Сейчас я покажу, как это сделать. Это делается довольно-таки очень быстро и очень легко, за одну секунду. Возможно, даже те, кто столкнулись с данной проблемой, люди, они ее сразу же исправили, потому что поняли, как это делается. Поэтому мне не писали в комментариях об этой ошибке. А другие люди не поняли, как это сделать, и поэтому для них я записываю этот видеоурок. В общем, для того, чтобы ее исправить, в общем, вы должны для начала все проверить. Как вы подключились к интернету? То есть, все ли провода подсоединены? Провода интернета, провода модема, провода маршрутизатора, если вы живете, ну, не один, и кто-то еще пользуется интернетом. То есть, бывает и такое. И поэтому нужно проверить, как все подключено. Если вы все подключили, все горит, на модеме мигают все зелененькие кружочки такие, ну, я более понятным языком объясняю, то тогда мы проходим такую процедуру. Мы нажимаем на интернет. У многих, у некоторых пользователей, даже у многих пользователей, нужно при каждом заходе в компьютер постоянно подключаться к интернету. Это специфика этого интернета, который подключен. Но это не у всех. Это у кого-то надо подключаться при каждом заходе в компьютер, у кого-то не надо подключаться при каждом заходе в компьютер. И мы нажимаем вот этот вот центр управления сетями и общим доступом. Вот что мы, собственно, нажимаем. Далее, как подключиться к интернету, я уже рассказывал через настройки нового подключения сети, я это все уже рассказывал. Так что сейчас я покажу, как исправить ошибку, из-за которой вы не можете подключиться к интернету. Как я уже говорил, не все зависит от меня, сколько может все зависеть от вас. Итак, у меня тут находится всего лишь одна рамочка. Подключение по локальной сети. У тех, у кого произошла данная ошибка, номер 651, у тех будут еще здесь стоять одна рамочка, настройка подключения к высокоскоростной сети будет стоять. И будет эта рамочка мигать не синим цветом, не синим цветом, а серым. Вы просто должны ее... Сейчас я покажу, вот я сейчас нажимаю отключить. Вот так она будет мигать серым цветом. И даже у меня сейчас не работает интернет, как вы видите. Вы просто должны это высокоскоростное подключение включить. Нажать два раза на подключение. И у вас оно должно включиться. Разумеется, после этого вы проходите ту же самую процедуру, что я вам показывал в прошлом видеоуроке номер 7. И у вас все должно заработать. Но, но, если же у вас не работает интернет после того, что я сейчас показал, если у вас он все-таки не работает, то это у вас уже проблема, извиняюсь, с проводом, либо же с самим интернетом. Вы тогда должны, что я хочу сказать, должны позвонить в ту фирму, в которую вы покупали интернет, подключали и проконсультироваться у нее. Либо же вызвать мастера, мастера вызвать. Потому что могут быть какие-то неполадки на территории подъезда или же на территории квартиры. Из-за этого может произойти сбой, из-за которого интернет может не работать. И даже мой способ может не помочь. Так что, после этого видео кому-то этот способ поможет, кому-то он снова не поможет. И тогда, как я уже сейчас вам говорю, вы должны позвонить мастеру. Мастеру, сначала вы должны позвонить в ту фирму. Если неполадки не обнаружены, неполадки не обнаружены на линии, где существует этот интернет, то тогда будут проверять неполадки у вас. Если же неполадки обнаружатся, то вызовут мастера. Вам вызовут мастера. Стоит он рублей 300, где-то вот так. Ну, не больше 500. Так что, думаю, вы не разоритесь, если вы вызовете мастера. И тогда он вам точно все наладит. Что я хочу вам сказать еще. Возможно, при наладке интернета вам придется устанавливать какие-то либо драйвера. Я не буду рассказывать, как именно, что устанавливать, какие драйвера. Так как у всех интернет разный. И для каждого компьютера подбирать драйвера, это мне займет многочисленное количество времени вообще. Так что, основное я вам показал. И, в общем, все. Я вам показал, как настроить интернет. То есть, как исправить ошибку. Как настроить вообще интернет. У меня это было в прошлом видеоуроке. Номер 7. Вы найдете на канале у меня. И, собственно, на этом все. Надеюсь, я вам чем-то помог. Так что, если мой способ не помогает, то вызывайте уже. Проверяйте провода, разумеется, как вы все подключили. И, если вы подключили, у вас все равно не работает. И с моим способом вам ничего не помогает. То звоните на линию. Либо же, если... Вызывайте мастера. И он вам все установит. Все нужные. Именно для вашего интернета драйвера. Потому что, ребят, поймите меня. Если бы интернет был на весь мир один, то я бы, разумеется, показал, какие именно драйвера нужны. Так что, ладно. Много слов. Много слов. Но этот видеоурок, скорее, был именно по части моего общения с вами. А не по части именно самого как бы. Потому что вы сейчас должны запомнить именно то, что я вам сказал. Не то, что я вам сейчас именно показал. Да, это вы должны запомнить. То, что я вам сейчас показал. Но вы должны запомнить именно то, что я вам сейчас сказал. Так что все, ребята. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте мне лайки, кому я помог. Подписывайтесь. спасибо что подписываетесь я этому очень рад спасибо что пишите комментарии пишите хорошие комментарии спасибо что очень папа поддерживает и все в этом роде все это был 8 видео урок о том как при подключении к интернету исправить ошибку номер 651 сам был кирилл джевский будущем планирую записать еще кое-какой один видео урок это будет видео по поводу по поводу установки драйверов на видеокарту но что-то в этом все всем удачи и пока увидимся в следующих видео уроках а